На повестке заседания антитеррористической комиссии несколько важных вопросов. Наиболее актуальный – безопасность во время проведения ряда крупных мероприятий, запланированных ко дню городского округа Щелково. Для обеспечения безопасности граждан будут задействованы силы правоохранительных органов и вневедомственные охраны, а также в местах торжеств установят рамки металлодетектора. Праздничные мероприятия, которые посвящены дню городского округа Щелково, проводятся уже с 6 июля и по 29 августа. Всего в этот период включено 80 событий и мероприятий, среди которых это и культурно-досуговые, и культурно-спортивные, и протокольные. Спустя всего несколько дней после празднования дня рождения округа школы распахнут свои двери перед тысячами учеников. Не менее важный вопрос – защищенность образовательных учреждений и дополнительные меры по обеспечению безопасности детей в День знаний 2 сентября. Так, все 86 учреждений оборудованы тревожной и пожарной сигнализациями, а также автоматическая система передачи информации в пожарную часть. Все 86 муниципальных образовательных учреждений находятся под круглосуточной охраной частных охранных организаций. Системой видеонаблюдения оборудована 79 учреждений образования. Это 30 школ, 37 детских садов, 12 учреждений доп. образования. Доложили о мерах безопасности в единый день голосования – 8 сентября. В городском округе Щелково будет организовано 123 избирательных участка, которые будут охраняться сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, в местах проведения выборов будут установлены камеры видеонаблюдения. Округ у нас готовится и уже могу сказать, что готов. Сегодня по докладам руководителей структурных подразделений было понятно, что уже большая работа проведена. И по всем тем мероприятиям, которые я озвучил, мы готовы к их проведению. В том числе готовы и федеральные структуры, которые находятся на территории городского округа. Екатерина Сусенко, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok